Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT Verdict и как вы наверное уже догадались по очень кривой надписи на меловой доске, сразу видно что я делал её, а не Катя, так вот сегодня мы будем собирать компьютер. Долгое время в качестве основного ПК у меня был компьютер, собранный в корпусе Cougar Cubix Case Black на базе процессора i7-2600K и материнской платы ASUS P8H77i, на которой процессор разогнать к сожалению было нельзя. Также на данной плате было только два слота под оперативную память DDR3 и мало того что плашек которые я мог бы поставить было в наличии только на 12 гигабайт, так еще работали они на очень низкой частоте. И вот наконец-то появилась возможность собрать новую полноценную сборку. Естественно часть комплектующих пришлось покупать самому, часть прислали на обзор, а часть мне смог выделить макс с канала хороший выбор. Поэтому ввиду этих трех факторов я хотел бы чтобы вы не рассматривали эту сборку как некоторую рекомендацию к покупке или же как эталонную сборку на какой-либо выделенный бюджет, это скорее просто видео о том как я собираю себе компьютер. Поэтому если вам интересно оставайтесь со мной и мы продолжаем. Итак сам компьютер будет собираться в корпусе AeroCool Aero 500. Этот корпус я выбирал несколько часов и на мой взгляд это один из самых лучших корпусов среди недорогих решений. Из особенностей это наличие картридера на передней панели, а также возможность установки аж до пяти корпусных вентиляторов и плюс к этому управление ими через два трехпозиционных реобаса. Об этом мы поговорим еще чуть подробнее при сборке, ну а пока продолжим. Базой сборки послужит материнская плата Asus Prime X299A. Это материнская плата на сокете 2066 на которую, что кстати очень здорово, помимо топовых i9 можно поставить процессоры аналоги кабилейков i5 и i7. То есть по факту это такие же процессоры, что и обычные кабилейки i5 и i7 по той же цене, но созданные для сокета 2066. Я считаю что это очень неплохо, особенно когда на тот же i9 например в данный момент не хватает, но в планах планируется сборка именно на нем. И как промежуточную версию, временным процессорам можно поставить i5 или i7 по более скромной цене. Из особенностей также следует отметить возможность подключить два m2 накопителя. Первый встает под радиатор, а второй перпендикулярно с помощью специального крепления, которое идет в комплекте. Также тут целых восемь слотов под оперативную память DDR4 до 120 гигабайт в сумме и при этом разогнать некоторые плашки получится аж до 4 и 4 гигагерца. Также у платы должен быть неплохой звук с поддержкой физического 7.1 за который отвечает кодек от Realtek. На плате имеется три разъема PCI-X16 для подключения видеокарт, а также в комплекте идет SLI мостик. Ну и разумеется плата поддерживает все основные технологии от Asus и Intel, такие как Asus Aura, Intel Optane Memory Ready и многое другое, но об этом позже. Сердцем сборки будет процессор i7-7800X. Это шестиядерный 12 поточный процессор от Intel, который мы немного попробуем подразогнать. И помогать нам в этом будет кулер от Noctua, модель NH-D9L. До этого возможно окажется маловато для разгона, но давайте посмотрим. Почему именно такой кулер? Да все дело в том, что мы к сожалению ограничены высотой кулера, так как корпус не очень глубокий и даст поставить систему охлаждения не более 155 мм в высоту. И из более менее подходящих вариантов, которые есть у нас в городе, этот оказался наиболее интересным. Да и к тому же посмотрим на что он на самом деле способен. Оперативная память будет состоять из двух плашек от Kingston на 8 гигабайт каждая. И загружаться мы будем с SSD-шника также от Kingston на 120 гигабайт. Ах да, ну и чуть не забыл, как же без видеокарт это. Это будет карточка от Asus Radeon RX 480. Более мощных видеокарт у меня в наличии нет, да и ее возможности мне в принципе должно хватить. Блок питания для этого всего будет со старой сборки, это Deepcool DQ-550ST с золотым сертификатом. Ну и все, вроде ничего не забыл, приступим к сборке. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы видите здесь есть 4 коннектора для подключения корпусных вентиляторов. Два под названием FAN1, которые управляются первым переключателем на Риабасе, и два подключаются к FAN2, которые управляются соответственно вторым переключателем на Риабасе. Лично у меня к двум коннекторам FAN1 подключен один вентилятор на вдув и один на выдув, а к двум коннекторам FAN2 подключен также один вентилятор на вдув и один на выдов. Соответственно у меня есть четыре уровня регулировки потока воздуха внутри корпуса. Видеокарта естественно встает без проблем и как видите здесь есть достаточный запас, чтобы установить трехвентиляторную видеокарту. Что касается температур, то датчики на этом процессоре к сожалению достаточно сильно скачут, но примерно при турбобусте на 4 ГГц температура держится в районе 75 градусов, а в простой же температура опустилась до порядка 38-39 градусов. При этом температура в комнате составляла примерно 30-31 градус. После разгона температура в простой естественно не изменилась, поскольку процессор без нагрузки сбрасывает частоту и при 31 градусе в комнате температура процессора держится в районе 40-41 градуса. Что касается температуры после разгона процессора до 4,6 ГГц, то пиковые значения по датчикам достигали аж целых 100 градусов, однако средняя температура держалась в районе 88-89 градусов на ядро. И да, частота 4,6 ГГц была взята с множителем 46 и с вольтажом на ядро 1,195. При этом оперативная память, которая в стоке работала на частоте 2133 МГц, была разогнана до 2424 МГц. Продолжение следует... Ну что ж, подводя итоги, конечно же в первую очередь хочется выделить корпус, материнскую плату и кулер. Корпус просто отличный за свои деньги, не зря я его так долго выбирал. Удобный для сборки и функциональный. Единственный момент, о котором следует помнить, он не глубокий, что делает его компактным, конечно, но усложняет подбор процессорного охлаждения. Однако, если данная проблема вас не пугает, то смело приобретайте. Также я забыл сказать о том, что корпусный вентилятор, идущий в комплекте, тут только один, и он расположен на задней стенке. Остальные 4 вентилятора были куплены мной дополнительно и, кстати, очень существенно повлияли на температуру в тестах. Что касается материнской платы, то, несмотря на то, что это далеко не самое дорогое решение на сокете 2066, оно лично меня достаточно сильно поразило по функционалу и по возможностям, особенно после предыдущих материнских плат на тех же сокетах 1151, 1155 и так далее. О ней, конечно, можно говорить много, но так как я завершил эту сборку, наверное, буквально пару дней назад и еще не углубился во все те возможности этой материнской платы, в ее более глубокую настройку, поэтому я сделаю такой несколько обобщенный вывод. В общем, если вы собираете сборку на 2066 и при этом хотите топовое решение, но не хотите вот просто вот так вот деньги на ветер выбрасывать, то советую обратить внимание именно на эту материнскую плату, поскольку за ее стоимость вы получаете практически все, что нужно для того, чтобы настроить оптимально, разогнать оптимально и все в этом духе. Что касается кулера, то тут вполне все ожидаемо. По спецификации, напомню, он должен рассеивать порядка 140 ватт мощности, а процессор i7-7800X выделяет как раз таки столько же, 140 ватт. Поэтому каких-либо грандиозных результатов, особенно под разгоном, от него ждать не приходится, и тем более мы помним, что данного процессора находится под крышкой. Однако, тем не менее, я вам рекомендую все же этот кулер, с учетом его размеров он подойдет практически под любую сборку, и тем более с учетом того, что он очень тихий и не издает практически никакого шума. Теперь, что касается полноценных тестов этой системы. Напомню, что здесь стоит сейчас видеокарта RX 480, которая, безусловно, хороша, но в относительном сравнении с остальным железом выглядит немного слабовато. Поэтому, когда я буду проводить тесты, я хочу найти какую-либо более мощную видеокарту, которая будет проявлять себя более сбалансированно с этой сборкой. А сегодняшний выпуск мы на этом будем заканчивать. Спасибо за внимание, надеюсь, он был для вас интересным. Это первый опыт сборки компьютера на моем канале, поэтому будет интересно почитать ваше мнение в комментариях. Также оценивайте видео, как считаете нужным, подписывайтесь на канал, и увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict. Пока! Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке! Субтитры сделал DimaTorzok